Программа капитального ремонта многоквартирных домов региона требует корректировки, а именно пересмотра сроков проведения работ по ряду домов. Об этом доложил исполняющий обязанности начальника государственной инспекции строительного и жилищного надзора Сергей Амбрамовский, отчитываясь о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории Ненецкого округа. По информации Сергея Амбрамовского, на начало февраля 2016 года на территории округа имеется 1038 многоквартирных домов общей площадью более 800 тысяч квадратных метров. В региональной программе капремонта, рассчитанной до 2043 года, числилось 477 домов. Три из них были отремонтированы в прошлом году. В перечень работы и услуг в рамках капремонта входит ремонт внутридомовых инженерных систем, лифтового оборудования, крыш, подвальных помещений, фасадов и фундаментов. В настоящее время по системам холодного водоснабжения требуется капитальный ремонт 8% домов, горячее водоснабжение 7,8%, по водоотведению 16,7%, теплоснабжение 17,3%, газоснабжение 3,0%, электроснабжение 52,4%, крыши 22,7%, подвалы 0,6%, фасады 28,5% и фундаменты 40% домов. По результатам мониторинга технического состояния в Государственной инспекции строительного и жилищного надзора выработали ряд предложений для регионального оператора капитального ремонта. В частности, предлагается еще раз посмотреть по срокам проведения капремонта систем водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, крыш, фасадов и фундаментов. Потому что те сроки, которые запланированы, в настоящее время они выходят за нормативные. И также по ряду домов, которые уже в настоящее время требуют капитального ремонта, вынесено предложение о проведении, как сказать, переносе на более ранние сроки проведения капитальных ремонтов. Ну, к примеру, дом по улице Евтысова, 5 или Лаевожская, 12, поселок Искатели, там в настоящее время уже фундамент находится в недовременном состоянии. А капитальные ремонты по этим домам, соответственно, запланированы на 1935-1937 год или 1926-1928 годы. То есть уже к тому времени они, скорее всего, уже с такими темпами станковарийными. Напомню, что в соответствии с жилищным кодексом предусмотрены три формы управления многоквартирным жилым фондом. Непосредственное управление собственниками, управление ТСЖ и управляющей организацией. В настоящее время ситуация с управлением многоквартирными домами на территории НАУ выглядит следующим образом. В непосредственном управлении собственников находится 159 многоквартирных домов. В управлении ТСЖ – один дом и 573 дома в управлении управляющих организаций. Способ управления 303 домами в сельских муниципалитетах до сих пор не выбран.